Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео, ну, из темы общественно-политической, что называется, из современной ситуации, исходя, считаю ее важной. Итак, весь мир против вас, заявляют нам некоторые негодяи или идиоты. Да, дорогие товарищи, хочу предупредить, данная запись такая, ну, впервые у меня через камеру компьютера, потому что мне просто технически сейчас поставить стационарную камеру неудобно. Но, полагаю, информация от этого никак не пострадает. Ну, а сейчас я зачитаю вам текст одного деятеля, экс-президента государства Бенина. Он заявил от имени всего африканского народа, или, если хотите, всех африканских народов, хорошо зная эту ситуацию изнутри, ну, то есть, что происходит на его родном континенте, говоря о экономической и политической ситуации в Европе и во всем мире сейчас. Вы узнаете, что Африка думает про Россию и западный мир. А то, что якобы весь мир против нас, вот как заявляют эти негодяи, и не только негодяи внешние, но и внутренние, то есть, предатели. А весь ли мир против? Нет, либералы-западники, любители дядюшки Сэма. Ваш западный мир – это далеко не весь мир, это далеко не все человечество. Это его худшая часть, самая бесчестная, самая циничная и подлая, которая в наши дни жаждет фашистского реванша за поражение во Второй мировой войне. Да-да, не только Германия потерпела тогда поражение, но и вся профашистская Европа во главе с извечным врагом России, Советского Союза, Англией. Хотя Англия и США тогда, во время Второй мировой войны, были союзниками Советского Союза. Однако, я надеюсь, вы не забыли, или кто не знал, скажу, что план «Немыслимое», который вынашивал Черчилль, о котором я хочу сделать отдельное видео, заключал в себя следующее. Сконсолидировать просоветскую Европу, мобилизовать неразоруженные дивизии вермахта и напасть на Советский Союз уже тогда, в 45-м году. Но этому плану не было суждено осуществиться, однако он был, и не только он один был такой план. Но отвечая вот таким негодяям, я уже демонстрировал вот в этом своем прошлом видео то, как Китай показал, какой на самом деле весь мир против России, а какой за нее, убрав с карты мира те страны, которые за либо нейтральной Россией, и остались те страны, которые против жалкая горстка. Так вот, посмотрите, кто на самом деле против России. Это одна шестая стран мира. Это страны с общим населением не более 12% населения планеты. А еще один интересный момент. Эти страны не означают население этих стран, хотя эти народы, это население сейчас подвергается небывалой в истории тотальной подлой антирусско-антироссийской пропаганде. А вот сейчас послушайте это заявление. Итак, заявление Леонеле Зинсу, экс-президента Бенина. Сейчас мы все только и слышим про этот кризис. Антирусские санкции, нефть, газ. А вы понимаете, что этот кризис значит, например, для Африки. Россия поставляет нам зерно и кукурузу. Вся логистика идет через Черное море. И африканский мир застыл в ужасе от происходящего. В ужасе от действий США и Евросоюза. Вы не купите африканцев рассказами о демократии. Это только ваши сказки для внутреннего потребления. Большинство африканской элиты сформировано в Советском Союзе. Это врачи, инженеры, летчики, учителя, ученые. Русские единственные из европейцев провели в Африке деколонизацию. И Африка это помнит. Так же, как Африка помнит европейские зверства. Если вы заметили, африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких резолюций против России. Это вшито в подкорку любого африканца. Россия несет добро. Что бы вы об этом не думали. Это константа. Вся Африка следит за Центральной Африканской Республикой и Мали. То, что европейцы не могли сделать десятилетиями, русские сделали за год. На месте Центральной Африканской Республики были бандформирования. Сегодня там настоящее государство. Я знаю, что в зале есть дипломаты, работники МИД. Обращаюсь к вам. К французской дипломатии. Ищите решение вашей проблемы как можно быстрее. Потому что если через месяц конфликт не закончится, вспыхнет Африка. Это для вас во главу угла поставленной проблемы энергетики. В худшем случае у вас будет меньше тепла и меньше машин. А у нас в Африке станет проблема голода. Услышьте меня. Кризис в Африке повлечет за собой разрушение Европы. Опомнитесь. Ищите дипломатические решения. И не забывайте, что такие страны, как Индия, Китай поддерживают Россию. Африка поддерживает Россию. Я не хочу говорить о демократии. И вы не разжалобите меня, африканца, рассказами о несчастной Украине и призывами к человечности. Ваша демократия – это ваше дело. Не надо нам навязывать ваше представление о том, как нам, африканцам, жить. Еще раз, ищите компромиссы. Пусть работают дипломаты. Время против нас. У нас есть 30 дней. 30, не больше. Дорогие друзья, вы понимаете, о чем идет речь? То есть не только о том, что, естественно, о чем уже кричат фермеры немецкие и других стран. Я уж не говорю про Испанию, Италию. Какой голод, холод ждет их. Ну, говоря о фермерах, естественно, голод, поскольку им не на что сажать, нечего заливать в баки, чтобы возделывать земли и убирать плоды. У них нет удобрений, которые Россия и Белоруссия уже не поставляют. А это до 90% поставок, то есть импорта европейских стран. Я не говорю сейчас о ценах на газ и нефть. Я не говорю о том, что заместить нашу нефть и газ сейчас и долгие годы будет в полном нужном для них объеме нечем. Я не говорю про растущее недовольство населения европейских стран. Я говорю сейчас о том, что если Африка восстанет, а народы там очень сплочены, если те представители африканских народов, которые сейчас находятся на территории Европы, начнут бунтовать, вот то, что было тогда во Франции и других странах, когда арабы и другие беженцы после бомбежек вами, НАТО, США, Ливии, других стран, хлынули в Европу, и что там творилось, вы, наверное, помните, так вот это покажется вам цветочками, европейцам. Пора бы вам, европейцы, не поддаваться призывам новой геббельсовской пропаганды ваших чиновников, ваших правителей, а свергнуть их, ибо они обрекают вас на беды и страдания кое неминуемые, если вы срочно не предпримите меры, если вы не потребуете от своих правительств опомниться, одуматься, немедленно отменить все санкции, попросить прощения, покаяться, ну и так далее. Хочу также напомнить вам и о том, что в Европе сейчас находится около миллиона сирийцев, которые полностью поддерживают Россию. Вы знаете, что будет, если попросить товарищей там вот эти миллион граждан начать протесты и, я так мягко скажу, волнение? Похоже, США очень сильно подставила своих европейских партнеров, нет, правильно сказать, сателлитов, слуг. Очнитесь, граждане, которые до сих пор что-то там говорят о демократии. Кстати, демократия – это диктатура буржуазии, если вы не в курсе. Какие там свободы? Чего там свободы? Давно никаких свобод там нет, и маски сброшены. Отнять могут что угодно у кого угодно, невзирая ни на какие свои постулаты и правила, вот то, что частная собственность, освященная корова, неприкосновенная, все-все-все, все, нету этого. А не надо было зарабатывать здесь, а везти все туда, тратить там, и на черный день себе зачем-то, на чужбине, приготовить уютное гнездышко. Кто так поступает? Мерзавцы. Для порядочного человека есть такая поговорка, где родился, там пригодился. И если для человека нет чувства и понятия, ощущения родины, если он считает, как нас приучали эти подонки Запада в 90-е годы, что родина там, где мне хорошо живется, ну вот если вы такой человек, то вы не людь. То есть вы просто не человек. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Новость на самом деле хорошая, и, кстати, очень много других хороших еще новостей. Вот у меня вышло видео про новости, а вы знаете, что тут еще есть очень интересные нюансы. Ну а о других хороших новостях я расскажу в другом своем видео. Обязательно подпишитесь на всякий случай на мой телеграм-канал. Ну и, конечно, смотрите те ссылки, которые я оставлю вот под этим видео.